Хей-о, друзья, всем привет, это канал Дурацкий Крутой, и это распаковочка Персоны Innocence Sin, Персона 2, японочка, офигительная просто игра, сейчас на канале я её прохожу. Эту игру я купил себе в коллекцию, много о ней говорить не буду, давайте просто рассмотрим её со всех сторон, ну а потом заглянем в её нутро. Всё, на переднике изображён Татсуэ, это коробочка, кстати, PlayStation, ссылочку на того, у кого я её купил, оставлю в описании, на самом деле у человека очень много отличных редких игр, вы можете купить у него много чего, ну это буклетик, получается это боковина у нас, вот она на японском, такая вот она клёвенькая. Дальше идёт мануал, пока мы его отложим, посмотрим что ещё, рекламка, потом карточка коллекционная и сам диск, игра на одном диске, вот такой вот он, интересный предскрин на нём. Ну и начнём по порядку рассматривать, что же у нас там было, посмотрим мануал. На самом деле мануал рисунок оригинальный от художника, именно того художника, который я рисовал. Это версия, кстати, на PlayStation 1, как вы могли заметить. PSP-шная версия, она, конечно, по графонию более красочная и там на самом деле, ну она мне даже больше нравится, она как-то более дружелюбнее что ли. Вот Innocent Sin и... Innocent Sin, либо Innocent Sin, я просто привык Innocent Sin называть. Она, считай, есть у нас вот как PS1 версия и PSP-шная версия. Просто за другие я не могу отвечать, ибо особо не играл, так как это мои самые любимые части, я более-менее о них что-то знаю. Ну тут весь геймплейный процесс и оригинальные вот эти арты, это просто божественные арты. К сожалению, японским не владею, прочитать не смогу. Ну, в целом тут описывается боевая система, характеристики персонажей и всякие разнообразные советы, как правильно играть. Ну вот, Лиза. Джокер. Или Джун. Ну и рекламка в конце от Атлус. Вот такой вот у нас буклетик получился клевенький. Точнее, у Атлуса получился клевенький. Что там было еще внутри? Давайте посмотрим. Там была рекламка на... Я даже не знаю, что это за игра какая-то, что ли. Тоже коллекционные карточки, наверное, там есть. Еще один буклетик, все на японском. Или это... Скорее всего, это гарантия. Вот такая вот гарантия. Ну и, конечно же, карточка. Здесь у нас Люцифер. Сзади изображен Шинмигами. Пентаграмма, если я не ошибаюсь. Такая вот клевенькая. Не знаю, видно вам или не видно, но... Он просто бликует, потому что карточка переливается. Было бы забавно, если бы она, знаете, так как раньше. Такие штучки были, типа, наклоняешь их, и она это... Там отражается по-другому. Ну вот такая, собственно... Больше там ничего нет. И это все, что там было. Ну вот такой мини-обзорчик, друзья. Если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой канал. А с вами, как обычно, был Дурацкий Крутой. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok